Всем привет! У нас уже прошло Рождество, но не наступил еще Новый год. У меня есть свободное время. И у меня давно была одна идея. У меня скопилось довольно-таки большое количество старых окон. То есть у меня есть стекло. А еще я приобрел вот это. Это обычные швейные иглы. Я думаю, что вы поняли, о чем я сейчас поведу речь. Ну конечно же. О монахах Шаолин пробивающих иглой стекло. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! Сейчас мы будем исследовать очень интересное протыкание стекла обычной швейной иглой, которое демонстрируют регулярно монахи Шаолине. И почему-то мне кажется, что нам это удастся. Я, как вы видите, специально приготовился. Это форма олимпийской сборной Китая. Ну что ж, попробуем? Я посмотрел много видео, как китайских, так в принципе и российских швейстов. И пришел к выводу, что есть два типа стекла. Я не знаю почему, но там в принципе много жульничества. Как, например, вот здесь. Посмотрите внимательно, вас ничто не удивляет. Игла бьет не перпендикулярно к стеклу, а под наклоном. Как же так получается, что она разбивает что-то? Но вот в этом месте, где большое замедление, вы можете увидеть, что у иглы есть торец. Как такое возможно, если игла летит вперед острием? Где же тогда острие? А вот в этом месте, где игла крутится, отчетливо видно, что острие внизу. К чему я привел этот пример? А к тому, что если они допускают жульничество даже на ускорении 28 тысяч кадров в секунду, то что же они могут позволить сделать с обычной видеокамерой? А вот тут внимание! Узнаете? Если они нажульничали здесь, у нас на глазах, то что же еще мы не видим? И я не хочу, конечно, жульничать. Дело в том, что есть вот такие стекла. Это стекло. Я нашел у себя. Я покажу просто, что с ним не так. Это стекло толщиной 2 миллиметра. Выглядит оно вот так, как вы видите, как настоящее стекло. Есть даже стекла по миллиметру. Мы, естественно, жульничать не будем. Хотя, в принципе, для эксперимента я хочу попробовать и пробить его. Для нашего сегодняшнего фокуса мы будем использовать стекло толщиной где-то 3 миллиметра. Как вы видите, я приготовил несколько оконных стекол. Все стекла, в принципе, одинаковые. Хочу вам показать. Не знаю почему, никто никогда не демонстрирует их толщину. Это стандартное оконное стекло. В принципе, оно в районе 3 миллиметров. Плюс-минус, потому что стекло не бывает идеально одной толщины. Итак. Ничего. Еще раз. Ближе. Пришел удар куда-то сюда. Ничего. Только ссадинка небольшое чувство. О! Первое. Пробой. Правда, игла воткнула с ним в брюхо. Даже вот так получается. Так. Ну вот. Вы видите. Это уже еще не сквозное. Но после... То есть 90 градусов. О! О! Так, ребят. Ну. Не знаю, как вам это показать. Видите. Пробоев-то много. Иглой. В принципе. Как, впрочем, и на оригинальном видео. Есть! как вы видите стекло все стекло пробито иголка его раскрошила вот так она пробивает у меня получилось сегодня я проведу эксперимент не один сегодня я пригласил для чистоты эксперимента женю дело в том что во первых чтобы вы не говорили что дескать я обучен у буддийского монаха и дескать все это сам умею во вторых и жене у нас физически лучше меня подготовлена я уже говорил что стреляет она из лука гораздо лучше меня у нее гораздо тверже рука сегодня я решил вывесить стекло для чего это сделал для того чтобы она висела четко вертикально нам необходимо чтобы стекло было четко вертикально тогда мы сможем выверить к нему приблизительный угол по отношению к горизонтали а не по отношению к поверхности которые очень трудно на прозрачном стекле увидеть на google наклона поверхности все было от стекла пробила молодец все испортила давай полутора и двухмиллиметровая не просто уже интересно ну как вообще себя поведет также ну попасть надо придется вроде держится да она просто раскололась это к вопросу как они как они колятся чем ну вижу результат как так надо снимать стоит другое стекла есть и большой стегул и большой стекло есть поход но и такими же с отколами много разбитое но не пробито о отошел чуть что это было стекло было сквозное да сквозное ты пробила а нет просто рядом попало красиво сейчас я покажу вам что что Нихера себе, еще и в меня прилетело. Ты ее просто переломил. Ну и чего? Ты просто его расколола. Ну да. А нужно было пробить. Ну извините, оно было натреснутое. Что это было? Ну как? Есть. Ну в общем-то, что и следовало ожидать. Итак, на сегодня промежуточный результат такой. Как вы видите, мы несколько стекол разбили. Я думаю, что при должной сноровке, закалке тренировки, при тренировке по-настоящему, это реально делать. Ничего сверхъестественного в этом нет. Это самое главное. То есть, что Женя, что я, мы два совершенно разных человека. Причем у Жени получается гораздо лучше, чем у меня. Да, ребят, вчера Женя проделал уже одно отверстие. Вот это вот ее работа. Просто используя постоянную тренировку и практику, мы начали пробивать эти стекла. Причем не как пробивают ее 1 мм, да, там 2 мм, как пробивают некоторые, а 3,5 мм. Обычное, стандартное оконное стекло. Более тонкое стекло у меня находится в этой руке. И вы видите, что, в общем-то, это очень ощутимо. Кстати говоря, обратите внимание, оконное стекло, оно зеленое, оно каленое, оно прочное. Более того, почему я уверен, что это можно делать именно с помощью тренировки, а не с помощью каких-то сверхъестественных способностей, да, которые достигаются с помощью медитации, с помощью дзена, с помощью цигуна, да. То, что есть на Украине спортсмен, который делает, пробивает 4,5 мм стекло. Также мне нравятся мячики кидать, гранаты. На данный момент приобрел копье. В общем-то, занимаемся с копьем. Стекло 4 мм. Удачно получилось. Который занимался именно тренировкой. То есть, это именно тренировка. Что я и хотел вам показать. Я не говорю о том, что это очень легко сделать каждому. Но это реально сделать каждому. Как и в случае с чихарьком, я показываю, что, да, это нелегко. Оба-на! Да, для этого нужна какая-то тренировка и какие-то навыки. Особенно в варианте с чихарьком. Здесь нужна именно тренировка. Здесь даже не нужны навыки. Потому что метание никакого отношения к боевым искусствам, к цигуну, к системе дыхания, к дзену не имеет. Что и следовало доказать. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Общаемся дальше в комментариях. Общаемся на стримах. Не забывайте подписываться. И еще, не забывайте нажимать на колокольчик, если хотите знать о новых видео на нашем канале. Всем пока. Почему морда красная? Потому что желтый свет. Фигарец. Субтитры создавал DimaTorzok